Новости 24 в эфире телеканала ННТ. С вами я, Хадижа Курбанова. Здравствуйте! Прямо сейчас о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. Непростительная безалаберность или как плавание парикена, непредусмотренное для водных прогулок лодки, привело к трагедии. Подробности через несколько минут. Не опять, а снова. Снова скорая работает на износы и снова больных становится больше. В республике фиксируют рост числа заболевших пневмоний. Неужели это вторая волна? Вот, это все прогнившие полы. Посмотрите, вот эти доски закрыты. Все прогнило здесь. Обвалилась стена во время занятий. Чего только не выпало на долю старой школы в селении Ахли Левашинского района. Аварийное здание все стоит и даже готовится к новому учебному году. О том, с какими рисками сталкиваются приходящие сюда дети, расскажем сегодня в выпуске. Три человека, в числе которых и 14-летняя девочка, утонули в реке Сулак. В настоящее время ведется их поиск, сообщает МЧС по республике Дагестан. Трагедия произошла неподалеку от села Гильбах. В перевернувшейся лодке находился 51-летний мужчина, 40-летняя женщина и 14-летняя девочка. Судовладелец сумел самостоятельно выплыть на берег. Известно, что лодка, на которой перемещались отдыхающие, была металлической и не была предусмотрена для водных прогулок. Спасатели МЧС продолжают поиски утонувших. В Дагестане растет число заболевших пневмонией. Об этом сообщают в Минздраве республики. На случай ухудшения эпидситуации уже сегодня разворачиваются дополнительные инфекционные койки в стационарах городских и районных больниц. Это очередь скорых машин. Значительно же разгрузить медорганизации региона, отмечают ведомстве, может открытие трех многофункциональных центров, построенных Минобороны страны в Каспийске, Дзербенции и Хасавюртовском районе. Однако же для запуска их работы не хватает специалистов. В связи с дефицитом кадров в Министерство финансов России направлено обращение с просьбой выделить дополнительные штатные единицы. Министр здравоохранения отмечает, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в республике остается сложной. Очередной учебный год они снова встретят в обвершалом здании с холодными кабинетами. Вот уже несколько лет жители села Ахлили Вашинского района просят власти снести аварийную школу и ввести в эксплуатацию новую. Но чаяния людей так и остаются неуслышанными. Почему детям приходится ради знаний жертвовать своим здоровьем, узнавала наш корреспондент Патимат Ханапова. Вот это все прогнившие полы. Посмотрите, вот этими досками закрыты. Все прогнило здесь. Прогнившие полы, окна без стекол и стены с трещинами капитального ремонта старая школа в селе Ахли не видела около века. С тех пор, как возвели. Два года назад здесь во время учебного процесса даже обвалилась стена. Ученикам повезло, успели выбежать. Эта стена обвалилась сюда. Это был компьютерный класс. Компьютеры тоже раздавились. Половина компьютера там испортились, еще не работает. Но мы построили его зимой, построили, поставили сами, своими силами. После этого случая Роспотребнадзор и Следственный комитет в школу признали аварийной. Но дети и сейчас занимаются в ветхом здании, потому что больше негде. Новую никак не достроят. Это здание начали возводить еще 11 лет назад. Но из-за финансового переполоха проект заморозили. Вот все зиму дети сидят в куртках. Им же холодно в классе, везде дует, с пола дует, с окон дует. В куртках им неудобно писать. Они жалуются, дети, что им неудобно в куртках. Даже уже не хочется даже отправлять. Почему? Потому что в таком положении, где такая школа есть. Вот внутри заходи, на улицу смотри. Вот 1 сентября, вот сюда, вот такое положение. Как детей отправлять? Здесь трехсменный режим. А все потому, что в школе учатся более 300 учеников. А относительно безопасных кабинетов всего несколько. Эта школьная библиотека Ряйшат показывает свое помещение. В какой библиотеке я нахожусь? Там вот собачья конура еще побольше бывает. Эти шкафы для чего назначены, вы не знаете? Зато я знаю. Это для детского садика, чтобы ребенок пришел в детский садик и повесил свое белье сюда. Попросили с директоршей, вот оставили, чтобы вот эти книги сюда прятать. Так как у нас некуда было их ложить. Строящую школу посещал в прошлом году и премьер-министр Дагестана Артем Сдунов. Говорил об оказании финансовой помощи. Но, как говорят местные жители, дело пока так и не сдвинулось с мертвой точки. Однако ситуацию нам прокомментировали в Министерстве строительства республики. По данным ведомства, средства на возведение школы долгие годы не выделялись. Объект простоял без финансирования и соответствующих мероприятий по консервации. Так как проект школы уже не соответствовал современным санитарным правилам и нормам, потребовалась корректировка проектной документации. Чиновники на этот раз заверяют, что завершить первый этап строительства это учебный корпус и спортзал, планируют до конца 2020 года. А строительство актового зала и расширение площадей пищеблока с вводом в эксплуатацию всего комплекса школы планируется только в конце 2021 года. Патемат Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Левашинский район. В Дагестане улучшится надежность энергоснабжения. Гендиректор Россети Северный Кавказ на встрече с премьер-министром региона сообщил, что компания Россети отремонтировала почти полторы тысячи энергообъектов на территории республики. Реконструировано больше двух с половиной тысяч километров высоковольтных линий. Кроме этого, впервые за 10 лет сформирован аварийный резерв, который позволит существенно повысить надежность энергоснабжения. Правительство республики, в свою очередь, будет продолжать оказывать всемирную поддержку для реализации этой программы, отметили в ходе встречи. Территория равенства. По таким названиям в Махачкале проходит второй Северокавказский форум молодых инвалидов. Участвует в нем более ста человек. Трехдневная программа форума обещает быть насыщенной и увлекательной. Подробности в сюжете Хамзы Нурмагомедова. Торжественная церемония открытия форума инвалидов состоялась на берегу Каспийского моря, а именно на базе отдыха Кизлярская лагуна. С приветственными словами к участникам обратились представители власти и общественности. Наша задача, задача власти, задача общественности максимально поддержать вас во всех ваших проблемах, которые могли бы максимально помочь вам в социализации, в реабилитации. Ведь не зря само название территория равенства говорит о том, что лица с ограниченными возможностями здоровья, сегодня мы их так называем, в дальнейшем у нас не было никакого разделения, и мы все вместе могли активно участвовать во всех мероприятиях, активно выработать здесь вашу активную жизненную позицию. Форум продлится три дня. Для участников будут организованы мастер-классы, тренинги, лекции, круглые столы и командный квест. Впервые в Дагестане в рамках форума пройдет турнир по волейболу для слепых, а также северокавказский турнир по теннису. Мы приглашаем на эти предприятия таких известных инвалидов, которые добились успеха в различных сферах, предпринимателей, паспорту, бизнесменов. Почти во всех сферах есть представители с инвалидностью, которые добились хороших успехов, и на их примеры люди видят, что они тоже могут добиться, несмотря ни на что, ни на инвалидность, ни на забавливание, что они могут тоже себя реализовать в любой сфере. Принять участие в форуме приехали более ста молодых людей со всего Северного Кавказа. Они надеются получить новые знания, отдохнуть на берегу моря и самое главное – обрести новых друзей. Такие мероприятия очень важны и интересны для всех участников и не только. Мы принимаем в этом форуме уже второй год, принимаем участие во втором Северокавказском форуме. Очень много полезной информации, очень много интересного, познавательного. Инициатором проведения форума выступила региональная общественная организация «Молодые инвалиды». Ее активисты реализуют свой проект «Территория равенства», который получил в прошлом году финансовую поддержку от фонда президентских грантов. Организаторы форума намерены в будущем помогать людям с ограниченными возможностями здоровья и проводить подобные мероприятия, чтобы люди, жизнь которых ежедневно похожа на борьбу с недугом, чувствовали себя полноценными членами общества и приносили пользу себе и другим. Хамзанур Магомедов, Магомед Магомедов, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Парк культуры и отдыха благоустроили в селении Хрюк Ахтынского района. Работы провели в рамках реализации проекта «Мой Дагестан. Комфортная городская среда». Парк носит имя трагически погибшего в 2000 году на подводной лодке «Курск» ведущего инженера конструкторского бюро завода «Дагдизель» Мамеда Гаджиева. На территории парка установлены скамейки и урны, проведено освещение, организована поливочная система. Новый парк позволит организовать разные культурные и развлекательные мероприятия. Стоимость проекта составила более 2,5 миллионов рублей. У природы нет плохой погоды, говорят в народе, но жители дагестанского Куруша сетуют на слишком быстро закончившееся лето. В середине августа нежданно-негаданно там пошел снег. Температура воздуха опустилась до плюс 3 градусов. За несколько часов в селе появились большие сугробы. Фото и видео сразу разлетелись по социальным сетям. Женскую сборную Республики по регби чествовали в Министерстве спорта региона. Напомним, 22 августа в Москве дагестанские спортсменки впервые в истории завоевали Кубок России по пляжному регби. Глава ведомства Магомед Магомедов поздравил с достижением чемпионов и наградил их ценными призами. Главный тренер сборной Дагестана по регби Магомед Гаджимагомедов поблагодарил министра за внимание и поддержку команды, а также поделился подробностями прошедшего турнира. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин